сидимся за столом и прилетел дятел к нам это черный дятел или как желна его еще зовут большой черный большой черный и улетел сегодня 10 октября вот приехали в лес сегодня тишина это ночью такой ветер был да и вчера был ветер такой сильный дождь был а сейчас хорошо сейчас хорошо сейчас пол первого дня более-менее светло что у нас здесь вот гиграфоры оливково-белые если сегодня вы их много будет то насобираем пожарим так мы делали делали да попробуем а сегодня у нас мысль найти рядовку серую уже должна бы расти по всем по параметрам по всем пока только отдельный гриб но только пока до массового роста нет ну если ничего так черный грусть то есть такая вот гиграфор такая вот задача такая хорошо все начали у какой здоровущий то ну ка монстр хороший смору ну так вот нормальный чем грузит и хороши да блин раз а сейчас уже поздно так и не червяков нет ну единственное вот он вымокает по моему на корню елки то в этом с реках елки покрушила как такие бури так нет это не бури мне кажется это вот вирус на это заболевание она смотри среди леса стоит и упала а рядом стоят ничего ладно очень хорошо грудик ладно будем продолжать а вот и первая семейка серой рядовки вот такие они ведь а тут он блестящий шляпкой такая вот или она еще называется рядовка штриховатая штриховатая это вот очень похоже как бы есть рядовка мыльная тоже серая но то такое чувство что она сухая всегда и край беленький след увидим сегодня обязательно покажем а это трехолома портентосу есть еще землистые тереум вот по моему на югах то вот к именно тереум называют мышатами а вот это штриховатая но мы ее от называем рядовкой серый видите зеленоватые такие пластинки блестящая блестящая шляпка и скользкая великолепный гриб шикарный просто мы его солим ну и так готовы в общем очень вкусно вкусный в отваренном виде в отварном и в жареном и вот по сравнению допустим с зеленушкой гриб чистый он не скрипит на зубах потому что ведь вот растет на мохе и когда выходит из земли абсолютно чистый никаких нет вот у нас надежда что будет расти это вот первая семейка такая обычно у них семьи очень большие лес у нас такой вот сосновый еловый бор с редкими березами а внизу вот такой зеленый мох с опавшими листьями с опавшими иголочками вот еще серая рядовочка под елочкой вот тоже стоят ну значит будем будем собирать но гриб действительно шикарный здесь его не собирали до тех пор пока мы не стали проводить просветительскую работу сейчас деревне собирают ну так как этот год запоздал с грибами грибникит практически уже все по городским квартирам сидят сегодня 10 октября могут в лесу и так мы будем смотреть хорошо ладно к вот и волнушки смотри-ка встречается у какая большинка и кукой водой нормальная так ну они обычно в одиночку не растут семейкой вот еще и вон под корнями елок но это уже старый скорее всего хоть и небольшого размера но уже абсолютно выровненная ножка выровненная шляпка виде бокальчика смотреть ну зато-то большая хорошая была ладненько продолжаем наш сбор а вот и другой интересный грибочек специально пошел на эту на это место здесь старинная старинная грибница думаю дай-ка посмотрю и не смотря ни на что смотрите чего растет это подосиновик очень редкий гость и в этом году очень редкая находка смотри открылся так хорошие подосиновик да и как подушка у него трубочки аж подушкой стали да здорово а это и грибница уже но мы ее знаем очень много лет каждый раз приходишь и всегда чего-нибудь да найдешь ну хоть один да подосиновик будет да 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 а здесь смотри вон под елкой под елкой что скрывается то вот гигантка вот она такая рядовка серая бывает размер то ничего себе под елочкой скрылась хорошо ну что идут сейчас тогда и подосиновик и рядовочка идут в корзинку но здесь семья то большая бывает иногда много их растет а тут вот один одинешек специально нас ждал наверное так вот прошли дальше еще один подосиновик но уже увы этот уже нас не дождался все смотрите уже потемнел никто его не собрал как-то вот чистый но смотрите он весь уже вот весь уже пропитан водой старый эти червей нету ну вот такой гриб уже брать не стоит давно он ждал нашей встречи увы состарился будем искать его друзей собратьев еще один подосиновик вот оказывается где они росли в других местах были эти уже не дождались а споры зато оставили молодые горькушки так и продолжают это уже два месяца у них рост в идеальном в идеальном состоянии молодые красивые но мы уже насолили в этом году так что больше не будем собирать но растут то есть вот сейчас теплая погода сейчас вот плюс 10 вот из дома выезжали классическая форма молодой горькушки ну вот если встретит собирайте можно солить за соли она приобретает желтый цвет и довольно таки приятная на вкус так что гриб хорошенький вот в таком лесу мы находимся лес стал более редким и тоже елки елки с соснами и берез уже не наблюдается мы будем смотреть так вот и польские попадаются какой практически идеальный замечательно вот тоже гриб интересный уже растет когда уже практически ничего нету в лесу даже под снег уходит все равно продолжает расти и это мы его в этом году насушили немного и так жарили вот тоже можно назвать поздний осенний грибочка вот он синеет трубочки синеет при повреждениях но это не страшно это его такая особенность сейчас я спустился ближе к болоту тут уже мох более такой серьезной подушкой вот здесь по кромке эти польские тоже ладно идем дальше еще одна семья серой рядовки но встречается крайне редко так вот ходишь 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 в том раз вроде вроде встретил вот прямо на дорожке выросли это старая старая дорога соединяла углежогные ямы когда было производство производство чугуна железа так здесь вот жгли угли руду в чугун превращали переплавляли и вот между этими промышленными в кавычках промышленными объектами вот была дорога вот он здесь шла по высокой части так ну по гриве и соединяла чтобы можно было эти угли вывозить но это было очень давно где-то лет 150 может быть назад вот а дорога так вот сохраняется ее чистят ну это же МЧС ежегодно очищает чтобы был проезд на случай каких-нибудь чрезвычайных ситуаций пожар там или еще что вот вот и здесь то серой рядовки обычно много но сейчас и вот и непонятно или она уже заканчивает или только-только начинает первые ласточки вот выбрасывать а может в этом году и ничего не будет вот так вот отдельными семьями плодоносит и все хорошо ладно продолжаем так а что тут у нас да вот тут у нас белый нашелся а тут у нас белый да ух какой белый красавец вот это да сосновый сосновый ну-ка давай посмотрим его ого ого идеальный идеальный размер то ух крепкий ну все на полосатый бур на полосатый надо идти надо завтра идти на полосатый вдруг там что-то выросло есть местечко такое вот они там вроде растут ой какой красавец ничего загадывать не будем да нынче вообще ничего загадывать нельзя на разведку мы ходили а это рыжик стоит да сейчас посмотрим точно рыжик стоит вот видишь маленькие хорошенькие рыжечки так что ой какие хорошие вот видать что только появились вот ну что хоть и октябрь не тепло ну ладно ночью нормально опа а вон еще одно я вижу как еще один да 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 сейчас недаром тут ворон кричал так да кричит вот вот семейка тех рядовочек серых и и и рядовочки ух ты вот это я понимаю так хорош хорош да нынче каждый белый это событие вон еще рядовочки серые красный красный белый ну замечательно все значит смотрим внимательней у меня здесь это гиграфоры поражают семейки вот так их сколько тут ты их собираешь да я собираю пожарить я тоже там кида если есть вот так он выглядит еще раз покажу редкие пластинки вот такая муаровая ножка с рисуночком зеленоватый он не зря называется оливково белый видите с темным с темной серединкой и вот в сырую погоду смотрите какой блестящий даже клейки ладенько пойдем белый это хорошо вот белый грибочек что это такое чисто белый о а это белый гиграфор тут сейчас мы говорили об оливково белым а это белый тоже вот смотрите редкие пластиночки как то их вот вот так видно ножка такая гладенькая чисто чисто белого цвета тоже съедобный грибок довольно таки редко встречается у нас замечательно ничего тебе хорошо здрасте вот такой интересный грибок осенний и ты рядовка оливково-желтая или как она оливково-желтая оливково-желтая трехолома-декор трехолома-декор красивая лекарств украшенная но действительно красивая цвет такой у нее ядрен компот и что интересно это не поганка съедобная ну как условно съедобная надо отварить потом можно использовать в пище вот такая вот такая грибочек около семейки рядовок серых еще вот встретился вот такой грибочек тремеладон студенистый дрожжалка такая ну уже старик брать не будем то что он распадается видите все поздно за ним пришли пробовали вот в этом году его есть ели сырыми с помидорами и с майонезом нарезали такой соломочкой и по вкусу очень напоминает осьминога морепродукты из соснового леса растет видите вот на сосновых остатках и довольно таки вкусный интересный такой хрустящий просто даже очень и очень ну это тоже брать не будем старенький ладненько пойдем дальше вот про такую углежогную яму я говорил вот здесь их такой целый как бы куст этих ям вон еще там вон там еще одна она вот что из себя представляет вот такая ямка с высоким с высоким валом иногда валы могут быть очень большие и здесь а рядышком находится несколько приямков я так понимаю это были поддувала чтобы можно было подавать воздух дополнительный и вот таких ям здесь в лесу встречается очень часто и вот между ними между этими ямами вот проложены дороги как такие транспортные пути чтобы можно было подвозить лес там отвозить готовые продукт ямы бывает нескольких типов ну вот это квадратные может быть даже это и не углежогные остатки домницы так что углежогные когда вот бревна складывают они такая она такая длинная получается что на всю длину бревна там 6-8 метров вот такие а это вот квадратного сечения может была домница в приемки а в приемки уже пошел слив этих шлака или чего там крить вот тоже приемочек вот приемочек ну интересно что вот как раз вокруг этих ям плодородные грибные места наверное связано с тем что когда жгли угли так зола была удобрялась почва и так далее может топтались ну как то так получается а уже давно видать не используется потому что вот смотрите сосна какая выросла прям на этой яме елка это сантиметров пятьдесят в диаметре может даже больше гигантская то есть заброшено давно давно не используется все поросло мохом и в округе все все лесом росло ладно продолжаем наш сбор и вот спустились мы к ручью как бы даже не надеясь и вот оно желтая грусть так так ох идеальный идеального качества замечательно сейчас значит посмотрим внимательно так там желтого грузя нашел я а у тебя чего ух ты так а вот эти ты считала да вот эти считала вот эти считала вот раз два три ой как здорово то это мы хорошо зашли ну вот правильно все таки зашли не зря вот еще один вижу 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 точно вот красавцы то что такое местечко хоть сколько да найдешь да ну что значит надо прочесать ой какие вот смотри какой то есть прошлый раз значит они еще не росли когда мы были ну да вот эту я помню уже были старые мы не взяли два грибочка стояла сейчас так чуть-чуть растут полосатый какой еще он молодой да не топтаться бы сильно ух ты может ты на желтый груздовник и там да не знаю может быть ну пойдем на полосатый борт посмотрим забрести может забредем туда вот сейчас пока идти надо собрать ну и замечательно х хорошо значит правильно мы зашли еще хотели чуть-чуть растут да уже хотели к машине идти думаю ну ладно вот тут рядом рядышком зайдем посмотрим указывается вот да замечательно замечательно да все сарик такой с зонами так полагается да все как настоящего хорошо прочесываем и вот так вот ходим и какие то и попадаются ну да причем интересно среди желтых листьев да упавших вот такие желтые красавцы хорошо значит никого здесь не было точно никого не было с тех пор как вот мы были грушевидные 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 в этом году ни разу не видели да нет окей хорошо так ой ты какие семейка то а вот в прошлый раз то мы здесь как раз то и были вон резанные ножки то наша работа да вот какие красавцы 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 причем да смотри да как дорожкой вот да я думаю это виден круг вот такой вот вот здесь здесь вижу вижу я уже два сорвала сторонки там молодые хорошо ну в общем 15 штук на одном месте да ну там вот еще может быть ну сходим еще там углали да 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 посмотрим очень хорошо вижу неожиданно даже да приятно дедушки да лес всегда радует ну хорошо режем ну вот продолжают расти вот эти вот леотии желатиновые мармеладки уже сколько времени ну там молодая семейка так что старая это вот эти уже все раскисли и молодые растут наверное влажность для них такая нужная вещь эти леоти леоти это леоти так и растут вот тем молодые мармеладкин вот так вот идем дальше вот пока ходили и небо разъяснилось даже солнышко он и солнышко вот точно золотая осень вот тоже интересно в ельнике вот эти одинокие стоящие березы ну смотри-ка это еще горит как ух буреющая селедочницы молодые да ты что ну вот так вот так так что у меня там тоже несколько штук есть можно просто пожарить как оладьи ну можно прям как оладьи вот так раз целиком можно можно угу хорошо хорошо да ну единственное как-то птичек не слышно ни журавли не летят ни гуси не летят они уже пролетели все ты думаешь? нет так а что же мы их не слышали и не видели ну ладно идем к машине ну вот мы уже около машины пришли да спасибо лесу дал нам желтый груздей да неожиданно очень даже да вот сейчас что будем делать ну я так думаю что мы тут около дорожки заедем ага и по краешку поля пока свет еще есть пока еще свет есть сейчас пять вечера до шести до шести хотя бы сейчас за часок хорошо все грузимся едем продолжать ну вот приехали на новое место светового дня осталось буквально один час ну здесь более светлое так место так не в ельнике ползать хоть что-то видно и не заблудишься вот сейчас уже все золотая осень ну какие березы-то но еще не облетели здесь вот поле овсяное для медведя сажено вот прямо на опушке под елками опять эти черные грузди ну как мы и собирались как и планировали что заехать порезать совершенно молодые молодые растут поэтому надо сейчас по максимуму пока не ударил заморозки то заморозки ударят ну и все рост прекратится а те которые росли те почернеют и все сезон можно закрывать а сейчас пока вот 10 градусов тепла можно собирать грузди здесь такое вот место редко редко-редко стоят деревья и вот под елочками можно встретить этого груздочка ладенько будем собирать все в лесу стало совсем темно вот вышел на поле уже совсем ничего не видно ну вот камера камера то берет хорошо все едем домой охотнички а это вот поле я уже показал овсяное поле специально садят сеют для местных зверюшек разных он уже созрел желтых стал ну говорят на молодой овес хорошо медведь идет все пора пора идти домой ехать время уже пол шестого очень темно все все равно немножко удалось собирать в основном черные грузди ну один или два маховичка ладно вот так закончился грибной день 10 октября 2017 года